друзья всем привет сегодня 16 января 2021 года и в харькове у нас замечательнейшая погодка ночью был мороз минус 16 сейчас минус 13 и мы с женой выбрались лес покататься на лыжах посмотрите что у меня в руках красота 100 лет на лыжах не катались еще ребенок наш был маленький я не знаю лет пять точно наверное лыжи старые покупали бы ушные так что вот не обязательно иметь дорогостоящие какие-то современные потому что выбираемся в них буквально там раз в несколько лет а как у нас последние годы зимы не очень по сути данный снаряд спортивный он не очень-то актуален в нашем регионе потому что снег если выпадает то ненадолго я думаю этот потает в скором будущем погодка просто кайфули настроение праздничное какое-то даже радостное что значит солнышко народ с санками с детишками все в лес едут такая красота сейчас обуемся в лыжи и подснимем контент ребят сегодня у одного замечательного человека у дружбана день рождения вот и я хочу поздравить пользуясь случаем конечно он будет это все смотреть уже задним числом но тем не менее я его поздравил сереге хмурака день рождения вот это довольно таки знаменитый в украине велоблогер кто не в курсе так что серый мы тебя поздравляем я надеюсь виктория тоже присоединяется вот мы тебя поздравляем с днем рождения желаем всего самого наилучшего будь здоров будь счастлив чтобы воплотили все твои самые невозможные мечты чтобы наконец-то в этом году мы затрип или нормально вот и подсняли годный контент все давай будь здоров что-нибудь скажешь катается на лыжах поздравляем с днем рождения вот так вот ребята сменил я вельчик на лыжню потому что разобрал его до основания и потому как бы даже если бы очень захотелось бы просто не на чем стоит голая рама и ждет апгрейда ну пока снежок покатаемся на лыжах кстати вышли на велодорожку и сейчас будем смотреть что тут зимой происходит тут перекрыли мешками какими-то с кирпичами перекрыли специально чтобы машины не заезжали тут раньше стояла два блока бетонных не знаю почему их убрали может быть на стройку забрали вот такие вот лыжи ребята старенькие старенькие стрела львов еще делал это наверное еще при союзе делалось но вот эти точно при союзе вот эти вот видно что эти тоже присоюсь да ну вот супруга говорит что тоже при союзе делались динамо-лэлф какой-то как они знают а вот эти вообще я не знаю может быть даже 70ых годов каких-то видно что даже форма очень-очень старые лыжи и крепления такие старенькие сейчас короче обуваемся и валим у меня за спиной увесистый рюкзак сегодня мы взяли с собой в лес туристическую горелку fire maple затестим взяли с собой чаек бутерброды там шоколадку такое сладости давно хотел затестить полевых условиях все никак не получалось отдел я термух сегодня и кстати за тестим вот у меня довольно таки увесистый рюкзак на спине и вот мы пока дошли от дома до леса я уже так немножко взапрел посмотрим насколько она справляется с моим так сказать фото выделением звучит не очень но правдиво ну что я могу сказать во всяком случае я очень мало потею какие характеристики моего body но все-таки сейчас будем двигаться активно плюс еще рюкзак вот потому посмотрим и я свое уже потом резюме выскажу чуть позже виктория уже активно пытается пристегнуться делает это все профессионально лыжник от бога так сказать нормально нормально оно не должно выскакивать конечно ребята когда солнце выходит еще и зимой когда снег искрится это совсем другое дело совсем другое дело потому что когда все затянуто серыми тучами это конечно очень как-то в депрессию вгоняет не знаю хотя я не люблю это слово но я смотрю что там вот на домами уже какие-то клубы такие вот именно серых туч я думаю что к вечеру обязательно затянет хотя морозы когда морозы обычно небо чистое а у нас сегодня ночью вроде до минус 19 обещает а мне еще сегодня на ночную смену потому сейчас катаемся снимаем контент пьем чай вот надеюсь сильно не замерзнем ну приду домой уже согреюсь ванной скупаюсь и вечером на работу короче с большим трудом мы встегнулись потому что крепления старые советские еще и подошва короче шире чем вот это вот железяка ботинок просто не пролазит ну и тут вот конечно эти пружины ничего нормально покататься сойдет как ощущение при сена не она смотрится нормально смотрится хорошо очень профессионально просто будет триатлон забег у нас сейчас ты готова к 20 километровому броску виточка пока давай я тебя тут жду разогрею чайку пока попью кстати друзья я взял с собой design велокомпьютер gps кто не в курсе велокомпьютер gps не обязательно возить собой на велосипеде вот можно просто даже пешими прогулками на лыжах как угодно взял с собой включил и просто хочу посмотреть километраж и хочу посмотреть среду ху ну шучу конечно среду ко мне не нужно вот но хочу посмотреть километраж который мы пройдем и посмотреть сам путь вот почему бы нет в траву загружу потом посмотрим за сколько мы сколько катнем сегодня потому классная штучка что серж бери поскорее и что мы модно катали с тобой и говорится функционально так что он у меня активирован прошли уже 700 метров посмотрим сколько накрутим сегодня а то виктория уже уехала вита уже скрылась из виду просто сейчас не знаю буду искать ее где-то по лесу так что я все гивысь и погнал отведите мои баканчи блин взял зимние старые кружинки а просто полностью не заходит в крепление видите сколько свободного места ну приходится так колхоз виктория забрала мои палки эти для меня коротковатый сейчас заберу у нее ой как круто ребята столь лет на лыжах не стоял круто все едем по велодорожке вниз могиле солдата и дальше так сейчас заберу палки своих а дай мне мои палки какая добрая хорошая жена даешь лыжню еда красава умеешь катать сабахьян красивый папа хопа ой класс удовольствие оба как ощущение виктория мне тоже нравится но жарко капец жарко одежка конечно не не для лыжни я еще в термухе то и красота в лесу вообще сказка вот так вот ребята тут склон страшный такой я честно говоря испугался потому что скорость такую набрал не знал как затормозить палки в одну сторону лыжи в другую сторону вот так это все выглядит просто все все по запчастям нормально а вот тут склончик такой хороший потому конечно страшновато было конечно отсюда лететь камера не показывает тут уклон хороший самое главное я не могу понять где моя вторая лыжа вот это прикол ребята просто вот прикол реально ехал упал и не могу найти вторую лыжу вот место падения вот две палки одна лыжа второй лыжи нету вообще не вижу ее просто вот палка лыжа крепление не могу понять куда делась лыжа покатилась чем еду искать вторую лыжу я подозреваю что она просто укатилась а вот она охренеть ты куда убежала оба посмотрите насколько она далеко уехала вместо падения надо брать в руки уже потому что тут опасно все-таки такая скорость я испугался просто стал тормозить и у меня лыжи в разные стороны короче смотри лыжи одной нету куда она делась такая скорость реально ребята уклон такой стрёмный конечно отсюда это нужно быть спортсменом чтобы с такой горки скатиться и не свалиться потому что крепление просто не позволяют вот если были современные лыжи а так она еле на ноге держится эти пружины все соскакивает все такое старое и конечно обувь не подходит для таких дел а вот тут вот за спиной могила солдата и вот это вот полянка летом тут зелено вот тут обычно я на вильщике прокатываюсь еду туда дальше на велодорожку на белгородское шоссе посмотрите сколько людей с детьми на санках на вот этих пластиковых кружочках катаются вот тут такие горочки хорошие детям конечно в радость мороз снег солнце и взрослым тоже самое конечно такие воспоминания с детства я вспоминаю в молдавии столько снега было раньше в те года еще сейчас уже все зимы не те очень жарко рюкзак на спине хорошо что отдел термо а кстати сзади правильный лыжник вот это ребята лыжник здорового человека а вот это вот лыжник курильщика если можно так выразить вообще замечательно как ощущение расскажи уже появился на горизонте я решила не съезжать но мы назад будем идти как раз и съедим с небольшой плоскости такой при горочке не жарко вот так нет нам нелегко я дело легкую одежду она не давит ну ты молодца вообще не могу тебя догнать потом вот правильный лыжник пошел в яркой такой спецодежде его хорошо заметно видно дядечка такой с бородой такой серьезный а там и так просто такие колхозники до вышли в ботинках были в обычной одежде у нас просто нет спецснаряжения то и зачем в принципе то главное при езде на лыжах тепло не одеваться потому что очень физическая активность высокая ну или если вот в моем случае одевайте термуху и вот замечательно уже сколько мы прошли наверное пару километров честно говоря я так взобрел немножко но не мокрый абсолютно сухость такая внутри все отлично термуха работает будем тестить дальше ну что мы погнали дальше лес конечно просто сказка просто сказка даже не верится что было лето и что здесь я катался на велосипеде просто посмотрите на это время уже начало второго мы сегодня поздновато вышли конечно же потому что все таки солнце уже такое к закату вот скоро будет потихонечку садиться и темнеть и в лесу всегда темнее чем на открытом пространстве но катим дальше вообще замечательная погодка мороза сильного не чувствуется очень жарко вообще не промерзаю никак вот надеюсь что не замерзну солнышко добавляет позитива так что не сидите дома выходите на лыжах пешим как угодно на велосипеде бывайте чаще на свежем воздухе так замечательно и для здоровья полезно и психоэмоциональный фон повышает сколько можно сидеть там за компом дома пока снимаю контент вечно теряю перчатку а виктория сзади едет и контролирует этот момент спасибо дорогая не теряйте перчатки зимой потому что руки замерзнут и все представляете себе катим мы катим еще я вижу на обочине на обочине велодорожки а столик просто супер молодцы просто вот сборный столик из дерева это супер вообще для велосипедистов когда тут катаются летом осенью этого не было то есть можно вот так вот катишь присесть просто перекусить попить чайку водички посидеть отдохнуть повтыкать в телефон и дальше катить молодцы дай бог чтобы этого не сломали потому что у нас конечно же люди такие есть некоторый контингент определенный процент населения которому все мешает все хорошее мешает дай бог чтобы они сюда не добрались просто я думаю что мы на обратном пути уже будем ехать если там дальше не увидим такое же вот тут сядем и попьем чайку скажи класс еще такой деревянный знаешь настоящий мы с него снимем прямо снег и будем пить чай и будем отдыхать просто вот респект его жуха властям или кто сопричастен к этому делу хорошему делу в общем виктория довольна так что катим и дальше потом вернемся красота ребята не сусветная я только что как дал от виктории оторвался очень красиво в лесу удовольствие море ничем не меньше чем на велосипеде и ну тут свои нюансы там свои прелести посмотрите как красиво его виктория там вдалеке стоит фотографирует всю эту красоту но она реально ребята удержаться сложно катишь катишь смотришь красота очередная достаешь телефон фоткаешь я камеру постоянно юзаю невозможно вот так вот взять и просто прокатиться молча мимо всей этой красоты хочется просто ее как-то взять обнять и передать вам поделиться и сохранить своем сердце кстати настюха вот я обращаюсь дочке она сейчас в японии там у них сегодня вообще плюс 20 почти лето температура скачет очень сильно у них то плюс 15 то плюс 10 то дождь то солнце а у нас видишь настюха снег ты же так любишь снег сейчас бы с удовольствием она покаталась бы тут в лесу уже вторую зиму ребенок пропускает в том году в индонезии провела всю зиму в этом году в японии два года без зимы такие дела так виктория меня догнала надо снова отрываться а вот это впереди как раз велодорожка далее идет развилка направо улица деревянка налево пятихатки и дальше туда если на пятихатки выезжать там белгородское шоссе и основная харьковская велодорожка асфальтированы но это грунтовая вектория немножко пристала как самочувствие как ощущение хорошее но немножко отдохнуть надо все нормально все хорошо силы конечно забирает я вам скажу тут уклончик такой неплохой постепенный набор высоты обхил вот и я честно говоря так ухо якался немножко термуха отрабатывает ребята сто процентов без преувеличения вот сколько мы прошли и я запаривался довольно таки еще рюкзак у меня висит вот такой нелегкий скажем так отлично спина сухая сейчас был бы в хэбэшке сейчас было уже ощущение мокрой холодной тряпки на спине конечно это удручающе так что must have просто для покатынек на велосипеде в зимнее время в осенне-зимнее время вот обязательно попробуйте что это такое в лесу тишина вообще ну кое-где встречаются люди так глубоко не заходят в лес далеко с самками с детьми потому что возвращаться потом а Виктория вон топчет лыжню тут уже накатали лыжню и по ней замечательно ехать никуда не сворачиваешь катишь тебе и катишь я немного отрываюсь а потом стою жду Викторию она там потихонечку чарит смотрите как снег искрится красиво на солнце просто красота гоу 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 спортсменка нагоняй ой я честно говоря уже ухекался тут пару км пройдешь и поработаешь а он слезу даже пустил класс удовольствие просто супер даже я хотел бы чтоб зима была вот в таком вот ключе чтоб было снежно морозно потому что когда все тает слякоть это все это угнетает с горки я вам скажу совсем другое дело совсем другое дело ух ты а тут тут тоже такое поставили смотрите ребят не столик но скамеечка очень круто вообще молодцы облагородили велодорожку просто супер так что серый приезжай весной будем катать на великах тут в общем друзья сейчас мы доехали как раз с женой до развилки так сказать перекресток вот оттуда мы приехали с алексеевки значит налево у нас пятихатки направо у нас улица деревянка но мы не поедем ни туда потому что у нас в планах еще согреть чаю сделать заварганить затестим туристическую горелку и посидим вот за тем столиком попьем чайку пожуем бутики шоколад а уже солнышко садится уже в лесу так вот начинает темнеть вот потому спешим подснять контент поехали ребята я как всегда немножко о грустном качу я значит качу главное сюда ехали этого не было а сейчас посмотрите вот на это безобразие казалось бы да лес красота природа ну вот сколько надо ума иметь и собака тебе не похоже я уже почти доехал до столика жду викторию она там где-то застряла так что в принципе авто отсоединение лыж произошло почти на месте да круто круто жалко камера не было включено летел знатно от виктория нашла мое крепление ну что друзья мы вернулись к нашему столику я лыжи и расчистил половину столика решили оставить немножко снега для антуража все-таки зима красиво виктория фотографируется вот я после падения чувствую себя хорошо короче два раза я сегодня убрался ну на снегу это не так как на велосипеде летом и конечно поржали смешно было ребятам доставил удовольствие тоже потому что летел и орал знатно я просто представил себе свою рожу со стороны это конечно было смешно жалко камера не запечатлела вот сейчас что достаем примус готовим чаек все это снимаем так что будьте с нами посмотрим каково это в зимнем лесу горячий чаек класс но что ты хочешь нагрузка физическая все-таки вот такая у нас красота посмотрите столик просто шикардяус дай бог ему здоровья чтобы его никто не царапал тут не трогал потому что и даже вот покрашен каким-то лаком скрыт морилочкой класс все мы сметаем оставляем чисто оставляем чистоту перчатки будут ну чем не сказка вы скажите чудеса случаются представляете себе катим по лесу а тут столик такой вообще просто для нас да это типа ребята давайте давайте уже затестим этот примус я просто все достаем так достаем воду взял 750 миллилитров это моя баклажка велосипедная нам хватит на двоих так дальше достаем что мы интересного чай-чай так лимон и имбирь есть чоколад цугар ложка сахар взял спички на всякий случай но они не нужны потому что в примусе как я уже рассказывал своем обзорчики меня обзорчики там система пьезо поджига но взял на всякий случай думаю мало ли вдруг не сработает и думаю вот это вот так хотели остаться без чая потому на всякий случай все равно всегда с собой берите в походы то чем можно разжечь костер виктория тут балуется уже давай так измени дорогая ради контента бегаем развлекаемся а что делать так дальше дальше соломка так чашка кружка кружка с карабином 300 миллилитров покупал три штуки в интернет-магазине фонарик значит кружка из нержавейки специально три штуки для чего покупал в trip и подарил одну сашки губки и одну сереге хмаруку кто смотрел наше велопутешествие по херсонщине мы там втроем катали но я их покупал для путешествия по прикарпатью но наше велопутешествие в связи с карантином как бы накрылась медным тазом поэтому кружки остались и сейчас мы будем тестить и кружечку вот очень хорошая легкая именно в походе где-нибудь выпить чайку чтобы не брать фаянсовую чтобы где-нибудь там не придавить не разбить в принципе классная штука легкая маленькая практичная и самое главное с карабином специально для того что можно было где-нибудь повесить на велосипед и катить себе спокойно так лоток с едой что у нас тут буртерброды перец болгарский что-то там виктория нам мутило вот и самое главное ребята самое главное конечно же это примус вот он вот он мой дорогой вот серега это то что у нас будет выручать и спасать дело путешествие голодные уже голодного края уже вскрывают я же не специально вернее специально но ради контента в детстве ради контента это делали самые подлые люди взял еще одну кружку нержавеющую для виктории это домашний вариант такой с ручкой и сейчас мы будем доставать примус и все это дело кипятить все примус достаем ребята значит он идет вот такой вот сеточки удобно переносить все карабинчик отстегиваем пальцы немного подмерзает уже без перчаток значит вот я достал примус ручки так открываем крышку оба тут у нас я пулечек правда положил специально саму основу и газовый баллон со стороны тут у нас на литр воды так отсоединяем баллон вот горелка сама и вот сам пьезо кстати накручиваем на баллон это у нас готово отмеряем количество воды чтобы лишнего не кипятить сейчас померю опа раз два ну и на всякий случай еще одну вдруг захочется добавки в принципе и все зря мерил ладно так все можно было можно было просто сразу все вылезть ладно накрываем все это дело крышкой открываем газ и пьезо пошла жара сразу запарила вот такая тема ребята просто замечательная штука посмотрите я ссылочку оставлю в описании мой мини обзор на данную горелку и вовсе не обязательно покупать дорогие джейд бойлы очень много в лесу бегунов лыжников очень много лыжников вот там на основной велодорожке вообще на перекрестке замечательно а у нас вот такой импровизированный столик вообще красота просто удовольствие море я получаю просто море эмоций и удовольствия ребята вы посмотрите на эту красоту подсыпаем чайок с бергамотом посмотрим может уже кипит еще нет но уже скоро тут виктория правильно заметила что горит пока двигались жарко было сейчас вот встали и уже в принципе вечереет солнышко садится и морозец такой берется я вам скажу хороший у нас сегодня на ночь обещают минус 19 а я у меня ночная смена вот так что еще вечером пойду по морозу на работу сладострастный шоколад свиточ да да ребята все оберточки все там бумажечки фантики все что остается с собой домой или где-то там вот по пути в мусоропровод а в мусорные баки выбрасываем в лесу не бросаем ни в коем случае просто если каждый так будет делать наша планета будет чистая и замечательно ну что там закипела тени еще нет сколько у нас тут чуть меньше литра воды ну да вот видите ребята все таки в зимнее время когда вода холодная вот у нас мороз сейчас минус 15 где-то потому что в летнее время в принципе примус нагревает литр воды примерно за четыре минуты 33 53 30 все зависит от погодных условий вот от температуры воды а зимой все-таки вы видите это немножко больше по времени но не критично совершенно просто немножко больше расход газа то есть виктория все фотографирует эту красоту а я снимаю контент а морозится берется ребята я вам скажу под вечерок сейчас я не знаю сколько минус 15 наверно точно есть за руки хватает капец виктория уже подмерзла прыгает сейчас будем согреваться чаем доходит наш кипяточек смотрите какой самовар у вас боже какой балдеж посмотрите на это просто так выключаем наши горелочки тепло от этого наша вода закипела кружки прилипли кружка прилипла морозит класс все супер просто ребята балдыры просто бомбезиус очень доволен я этой системой горячие напитки горячая еда вам обеспечена если купить и сублиматы быстрого приготовления по типу идла харчи вы еще не останетесь никогда голодными где-нибудь путешествиях это очень актуально и насущно так что мы серёга собираемся брать харчи наверно или идла посмотрим а мороз ребята берется такой что кружки просто примерзли стояли пока ждали пока мы нальем них кипятка примерзли к столу так что ночью будет сегодня ой-ой-ой я не знаю как бедные животные конечно это беда в лесу потому всегда подкармливайте вот котеек там не знаю собачек на улице птичек мы кстати часто когда вот у нас остается еда какая-то каши там не знаю что-нибудь ну все что угодно крошки хлеб какой-нибудь мы все это крошим в кулечке и выходя на улицу берем с собой и просто раскладываем птичек кормим так что это очень полезное хорошее дело я кидаю себе имбирь уже нарезанный имбирек побольше имбиря он согревает хорошо кстати очень хорошо действует на легкие влияет положительно так и лимончик нужны углеводы углеводы нужны без перчаток пальцы ломит ребята просто я не представляю себе как вот так вот где-то идти в лесу упасть и замерзнуть ой нет хозяюшка тут заботливо подсыпает сахарку побольше углеводиков так сказать да очень холодно кстати потому что все таки катнули мы знатно и вот потеряли калорий так что сейчас будем восполнять у нас бутики с сырком болгарский перец черный шоколад молочный да неважно ой принес все ребята ваше здоровье будьте здоровыми пью эту чашечку чая горячего за вас ну сейчас то не видите ну красивый был двиганный-то это поняли туда на подъем туда ну да 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 на этом катался там был какой-то раньше такой разбитый разбита отозрели и с такими этими чем ищем думать это притяжные ну где-то все сделать вот там journéeмени нормально видно сделали и очень красиво так очень прикольно вот так вот человек подъехал спросил-то же говорит ничего сел столико давно он говорит здесь потому что говорит давно не катался на велосипеде постояли поговорили говорит там где то еще мост какой-то сделали тоже из дерева. Вообще супер. Молодцы. Ладно, ребята, мы пьем чай, жуем бутерброды, потому что хочется есть и хочется горячего, самое главное. Вот такой у нас импровизированный бутик. Как ты, Виктория? Классно? Больше всего хочется горячего просто. Пока мы остановились, действительно, наверное, минут за 20 окоченели. Вот так замерзли. Ноги, руки. Вот, ребята, даже велосипедисты встречаются в зимнем лесу. Мороз берется, капец, просто скрипит все под ногами. Руки задубели. Не знаю, как мы сейчас будем чалить дальше и уже солнышко садится. Ох, хладрын. Есть, в принципе, не хочется. Мы недолго гуляем. Попили горяченького с шоколадом. Хотелось согреться и именно в лесу затестить систему. Замечательно. Ну, что я могу сказать. На морозе, конечно, в минус 15 и вода еще остыла, холодная. Я не знаю, сколько он. Может, минут 5-6 где-то закипала вода. Примерно. Да, наверное, да. Ну что, друзья, вот мы перекусили, попили чайку. Все замечательно прошло. Очень понравилось мне. После себя убираем и оставляем так, как было. Или даже лучше. Вот. Столик чистенький. Все бумажки, все фантики в рюкзаке. Дома выкинем. Вот. Вокруг себя все чисто оставляем. Это важно. Это плюс вам в карму. И природа, планета Земля вам скажет большое спасибо. Не будьте паразитами. Да, что хотел посмотреть, это километраж. Значит, проехали мы с Викторией 3 километра 700 метров. Но это сюда полпути, как бы, еще туда. Также, я думаю, что где-то километров 6-7 у нас сегодня будет. В пути непрерывного вкручивания 34 минуты. Ну, на автопаузе он стоял просто сейчас, пока мы стояли. Вот. Так что тут средуха, я не знаю, какая у нас. Посмотрим на лыжи. Подмерзаем уже. Все. Одеваю перчатки, одеваю лыжи и едем согреваться. Виктория уже на старте. И сейчас будем ехать вот туда, на Алексеевку. Вот. Наш путь как раз лежит вот в ту сторону. Все, Виктория, давай, пока. А так вот бросила меня одного замерзать и поехала согреваться. Сейчас тоже одеваю лыжи и вперед. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Почаще бывайте на свежем воздухе. Катайте на лыжах, на велосипеде. Ходите пешими. Для здоровья полезно и немножко разминочки телу не помешает. Все. Виктория уехала, ждет меня. Я уже подмерзаю, обуваю лыжи и все, катим. На этом все. Пребывайте в хорошем настроении. Пребывайте в позитиве. Хорошей вам лыжи. С вами был Серго. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова